Тебя связали кумачом На тему собеседника обычно, если они мне подходят. Вы где живете с Ницепетом? В городе Грозное. Ну я понимаю, где город Грозное находится. А вы на какие тем общаетесь? Может вопрос у вас интересный есть? Да, так, адекватная тема, кроме политики, конечно. Ну задайте вопросы, если мне тема подходит, будем беседовать. Ну например, о подъеме воды в реке Дунай? Ну расскажите, что там... Да никак, нестандартный подъем. Я тоже могу с вами пошутить, чем отличается энтропия от энтальпии, например. Энтропия от энтальпии чем отличается? Энтропия... Что-то внутренне... Ну понятно. Ну это термодинамика, ладно, не забивайте голову. Ну хорошо, вы, смотрю, такой человек аналитичный, просто вопросы у вас не подготовлены. Хорошо, всех благ вам. Спасибо за беседу, жду на канале. А что за снимок у вас там проецирует? Слайд-шоу проецируется. А что, застряло что ли? Сейчас поправим. Ну я понимаю, что слайд-шоу. Сейчас поправим. А, ну это виды города 1908 года. Какого города? Харьков. Ага. А вы из какого города? 1908. Да. А вы из какого? Город находка. Да. Еще был российский имперский Харьков, пока большевики его не предали, не отдали Украине. Город находка я. Да. Я понял, понял. Я вам объясняю. Про Харьков, что в 1908 году это еще был имперский. Я просто. Да. Интересно смотреть на старые фотографии. Да, да. Я с вами согласен. Поэтому я их и демонстрирую для зрителей. Ну ладно. Вы, кстати говоря, у меня много исторических роликов. Если ходите первыми, жду вас на канале. Находки привет. Я бывал. Да, да. Да. Во Владивостоке бываете? Ну это рядом от нас. Буквально. Ну я знаю. 50 километров. Привет. Первые и вторые речки передавайте. Есть такие места. Да. Почему именно первые и вторые речки? Ну я там бывал. На первые и вторые речки. И на столетии. Именно на первые и вторые речки. Но между ними находится парк прибытия дальних поездов. Между первой и второй речкой. Если вы знаете. Парк экипировки патажирских поездов. А, понял. 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 Между первой и второй речки. Ясно. Ну ближе к первой речке, да. Хорошо. Все. Жду вас. Да, да. Я знаю. Там депо первая речка. Обычно там формируются поезда и квартируются там как не вагоновожатые, а проводники именно. Ну не только формируются. Там и поезда, которые в обороте. Другого формирования прибывают во Владивосток. Там отстаиваются сутки для техобслуживания. Да, да, да. Хорошо. Жду вас на канале. Всех благ. Спасибо. До свидания. Есть здесь на этом перекрестке. О. Я уже с утра подготовился, да? К троллингу. Да, у меня разные теологии бывают. А вы что же почему так решили? По каким параметрам? Ну, убедать сразу. Ну, не обязательно тролль. У меня бывают серьезные разговоры. Вы где живете, если не секрет? У меня в России. Что это за ответ в России? Город важен, город как-то. Город СПБ. Понятно. А почему еще троллить? Ну, ладно, есть у вас вопросы без троллинга. А ходите с троллингом. Нет, вопросов. Давайте с троллингом, я слушаю вас внимательно. Да, троллингом, когда человек готов, это же уже не троллинг. У вас какие-нибудь серьезные вопросы есть? Ну, не серьезные такие, не троллинговые. Как у настроения этого было? Да, это неинтересный вопрос. Вы же сами определили, что записываю. Как неинтересно? Да нормально, нормально все. У настроения народа не именно вас? У народа нормальное. У меня Украина под VPN-ом, успокойтесь. Если хотите, заходите на мой канал. Посмотрите, там и троллинг есть, если вас интересует. Если будете заходить, дам название. Да, буду, конечно. Вы что, из Днепра, что ли? Или откуда? Не, вы с Николаевым. А, понял. С Николаевым? Ну, я слышу, слышу, с Николаева, да. Ладно, вопросы есть какие, нет? Что давай? Ну, мы так о политике. Ну, задавай политике. О чем хочешь, о чем и задавай. Что вы думаете сейчас о финансовом положении России и о санкциях со стороны Америки? Да я особо не изучал по России. Ну, то же самое, что год назад было. С 14-го года ухудшилось, а потом на плата вышла. Санкции-то первые, так сказать, негативно сказали. А вы по каким вопросам идете? Ну, история, железная дорога, наука. Я же вам говорю, история, железная дорога, наука. Ну, могу о политике, в принципе. Вы немножко... Что истории можете интересовать? Немножко прерываетесь. Заходите на мой канал, если хотите, дам название. Будете заходить, там у меня... Естественно, на этом перекрестке... Это Питер. И не Питер. А, вот на слайд-шоу? Нет, это... Не то, не другое. Не то, не другое. А вы из какого города? Фотография, фотография-то прикольная. Вы же не делаете, вы же не можете так сделать, да? Как они фотали тогда. Ну, когда? А что вы пастите-то? Когда? Ну, сделай нормальную фотографию. На пластике. Фотографии 1998 года. Я, в принципе, не мог в это время сделать. Ну, сделай. Ну, сделай, как они делали. Смотри, какое качество. Ты тоже заметил это, да? Все можно развить. А вы из какого города? Из Новокузнецка? Из Зерниска. Зерниска пропадает. Вы из какого города? Вы из какого города? Я из Новокузнецка. Ну, я так и понял, раз спросили, я знаю. Это вот один из двух случаев в России, когда ваш город больше областного центра. Один из двух случаев в России, когда ваш город больше областного центра. Не-не-не, я ни разу у вас не был, так же, как и вы. Откуда вы знаете, где я живу? Ладно, у вас эхо большое. Откуда вы знаете, где я живу? Я говорю, что... Да ты посмотри, что ты постишь. Ты постишь очень охуенные фотографии. Ну, я... Все, чувак, спиздулся. Ну, это ты сдал. Здравствуйте. Вы откуда, если не секрет? В Украине. Что это за ответ? Город важен какой? Я живу в городе Юпатория. Понятно. Ну, окей, темы беседуйте. Может, вопрос у вас интересный есть. Ну, я со страной-агрессором не общаюсь. Вообще от слова. А что за страна-агрессор? Ну, возьмите интернет и напишите. Страна-агрессор 14-го года. Ну, вы откуда знаете со страны-агрессор или не со страны-агрессор? Ну, не почитайте в интернете, чтобы я не был балабулом. Я вас спрашиваю, откуда вы знаете, из какой я страны? То, что написано внизу, это не обращайте внимания. Это сейчас рулетка, что хочется, а меня не рулят. Потому что рулетка и ориентируется на соцсети. А, вы в блоге, да? И записываете видео, да? Да, записываете видео. А скажите, пожалуйста, где вас видеть на каком канале? На моем. Денклуб. Ну, как называйте канал? Денклуб наберете в Ютубе увидеть. Еще раз как? Денклуб. Денклуб. Я понял, хорошо, посмотрим, сейчас зайдем. Ну, ладно, заходите. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. Воронеж передали в 1922 году в Воронежскую область. А в 1922 году Юллівская область где была? В Австрове, Ангрия. Опа, так это не было еще. А вы не знаете, какого? 60 км от кордона с Польшей. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Сумска область, мы живем с Польшей. Вы смеетеся? Все еще. Все. Ребята пошло идет, а ты не воруй. Просучье семя, а вы ведем За родную Россию, как гуси их рассеют Тяжела будет и исповедь Русской область. Аркафорский был. Бусть сделан украинским угодом ночном. Пытаясь, да, да. В Украине кто… А я все знаю. Группа коронечку. И по конституции еще раз заявляю, власть в Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я заверяю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гмадской власти. Будет только Харьковская власть. Субтитры сделал DimaTorzok